Привет, с вами Музей Роботов Трансформеров и сегодня у нас на обзор модель трансформера Dreadwing. Данная модель была выпущена в серии Трансформеры Prime под серии Best Hunters в 2013 году и эта модель выполнена в Deluxe классе. Вот такой вот необычный дизайн персонажа сериала Трансформеры. Очень интересно и красиво смотрится. В комплекте он идет с двумя ракетами и торпедами, которые вот имеют такой необычный дизайн. Также здоровое сборное орудие вот так вот. Это у него соединенный режим. Дальше можно разъединить. Это будет палаш, ну или секира и бластер, в который можно присоединить ракету. Две ракеты, орудие с необычной формой и клинок. Ну и давайте посмотрим, что же может эта модель как экшн фигурка. Подсветка глаз есть, лайт пайпинг светится приятным цветом. Далее попробуем повернуть голову. Голова поворачивается, но не на 360 градусов, где-то примерно на 90 градусов. Давайте ровно выставим. Далее руку можно поднять вверх, повернуть назад, согнуть в локте, в стороны и в принципе все. Ногу вперед, назад сделать уже нельзя. Здесь есть часть хвоста самолета, которая не позволит это сделать. колено и подвижная цеплячья нога, ступня. Она на болт-дженте, поэтому может принять практически любую форму и позицию. Хорошо, давайте приступим к трансформации, ведь чем интересны трансформеры, именно трансформацией. Начнем с крыльев, они складываются, причем они сделаны из мягкого пластика. Это в принципе не очень прикольно, но уж как есть. Видимо это для того, чтобы можно было разъединять, не поломав данную деталь. Все, крылья собрали. Далее мы выворачиваем голову и соединяем ее сюда. Практически сразу создаем половину самолета. Выворачиваем на плечники и с помощью них создаем сопло воздухозаборников. Далее руки выводим в стороны и складываем. Вот таким вот образом они достаточно компактно складываются. Затем отцепляем тело. Поворачиваем его. Ноги поворачиваем сюда и тело ставим вот сюда. Здесь его надо будет прижать. Сейчас я найду, где это прижимание происходит. Ступни. Вот так. И надо соединить ноги с корпусом. Соединяем. Соединяем. Такие вот. Хотя сопло двигателя здесь, но как будто с полохи сюда добавили. Поворачиваем и соединяем руку с крылом. Поворачиваем и соединяем руку с крылом. Не самая, конечно, сложная механика трансформации. Не самый прямо аутентичный самолет. Здесь скорее больше на тему возможного истребителя его, не знаю, улучшения или апгрейдизации в рамках тематики охотников на чудовищ. Практически вся серия этих трансформеров обусловлена какими-то элементами чудовищ, которые визуально улучшают модель. Ну, условно улучшают, но она выглядит по-своему. Так. Эти снаряды можно присоединить под крыло. Здесь есть специальный порт для этого, чтобы соединить. И так даже еще красивее стало смотреться. Также можно сложить орудия. Например, давайте попробуем вот так вот. Хоть чуть-чуть бы вот... Давайте полностью. Мне почему-то хотелось, а так не получится. Да, ну, конечно, классно складывается в таком формате. Здесь особенно неплохо выглядит. Но, походу, так этот элемент не сработает. Давайте тогда вот таким вот образом сложим, соберем. Да. Конечно, этот орудие совсем выбивается из стилистики, но вот да, можно так присоединить. Кому интересно, тот может. Давайте еще раз рассмотрим. Снизу. Хорошо. Трансформируем снова в режим робота. Отцепляем руки. Раскладываем их. Отцепляем, раскладываем. Отцепляем ноги. Выводим вперед. Отцепляем ноги. Выводим вперед. Да, кстати, у него можно сделать режим Валькирии. Как они подобны в Макрос. Режим. Самолет с крыльями. И колотушку ему в руки. Ну, почему нет? Есть такой режим. Есть даже обоснование такого режима. Которое показано в сериале Макрос и в сериале адаптированный роботеч. Отцепляем. Поворачиваем. И соединяем с телом. Сюда, сюда. Освобождаем наплечники. Здесь они прицепляются. Выворачиваем, ставим. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Достаточно интересное вот это вот раскладывание крыла. В виде вот таких вот элементов за спиной. Больше для устрашения, скажем так, возможного противника. Чем для чего-то либо еще. Вот такая вот модель. С такой комбинацией и возможностями. Надеюсь, было интересно с ней ознакомиться. Поэтому подписывайтесь к нам на канал. Ставьте лайки и обязательно приезжайте в музей. Всем до скорых встреч.